где того времени эфира не было не было деньги как там с деньгами майни вновь с вами всем привет и сегодня с реакция на видео с канала джеймс лон и в этот раз трэш обзор яролаж что с ним стало на самом деле яролаж это программа моего детства поэтому будет очень интересно погнали как и другие прошло на рубеже девяностых и нулевых друзья тоже хороший сериал забита всевозможными детскими передачами разнообразными мультфильмами куча интересного стаффа которые делал детство детей того времени незабываемым фишки наклейки тамагочи это боль меня вечно вздыхал чувак он все умирал в своих какахах это было грустно терминатор шварцнеггер салоне брюс ли и чак норрис до терминатор да а лизуны никогда не любил не знаю почему они казались противными но если быть честным он просто упрыгал и среди всей вышеперечисленной годноты 90-х и нулевых аккуратно филигранно успешно существовало то что прошло сквозь десятилетия обошло конкурентов и живы по сей день и нет это не поле чудес о да тот самый яролаж который существует более 45 лет воу 45 лет жирно и достойно уважения если не одно но дно на котором он лежит лично я всегда имел довольно смешанные чувства когда смотрел яролаж по телевизору некоторые скетчи были достаточно забавными и смешными но большинство уже тогда вызывали лютый фейспалм и бурное горение пятой точки но в детстве больше было смешных хотя может детстве восприятие было другое совершенно скорее всего только но и есть но были реально очень годный очень годный яролаж и сейчас же яролаж мне кажется это уже кто-то смотрит вообще раз выпускают рассмотрит но вообще раньше яролаж был на крылатыми фразами там он был популярен на время своего маленького возраста я не мог понять почему снимают они а стыдно мне но я пришло время поспорить из великолепия своими глазами и яролаж это ситуационные скетчи в которых всегда присутствовал доли сатиры иронии и высмеивание детских пороков и раньше действительно так было если покопаться в памяти то легко можно вспомнить сюжет когда старший брат вылил суп на голову младшему из-за того что мелкий капризничал и отказывался обедать коль только ты компот не выливай компот я буду есть достаточно пучительная история для детей чтобы не капризничать за столом а молча сидеть и кушать не правда ли или выпуск про мелкого пацана который настолько долго собирался на улицу что когда бы он не вышел он не мог попасть в нужное время года и снова мы видим сатиру на несобранные поведение детей не умение распоряжаться своим личным временем и снова поучительно а выпуск с тем самым доставучим озорняком чья фраза стала крылатой и прочно засевший в головах людей того времени эфира не было не деньги какие день как там с деньгами советский яролаж был настолько положение кстати на вена разлетался на цитаты которые живы и по сей день и многие из них не слышали а за жвачку мы родину не продаем ну ничего себе сходил за хлебушком потому что это классика но как же я обожал серию с культовым фредди крюгером по сюжету в комнате это там где потом оказал я не буду говорить твист но твистом есть но очень прикольная серия фредди крюгер меня пугал в детстве так не смотрел но видел вырезка появляется главный злодей фильма к чем я сюда пугали мои друзья им мар на улице вязов и пытается какой-то страшный фильм но в процессе борьбы пацана и фредди выясняется что это лишь разыгравшиеся фантазия а за злодея мальчик принял своего собственного отца и знаете что до сих пор доставляет несмотря на ужасные качества в котором он сейчас находится и в промежуток каких-то 20 лет как и серия про то как пацан разглаживал купюры поднимая их номинал но из-за своей жадности в итоге остался ни с чем прекрасная сатира на азартных людей и отличный пример того что нужно уметь остановиться а лучше не начинать вообще и таких годных серий старого яролаша было огромное множество следующие видосы яролаша к сожалению становились все хуже и хуже и это уже видимо традиции после рубежа это грустно они становились устаревшими в плане то что прогресс сдвигался яролаш такой а зайчик и так сойдет вот эта фраза и так сойдет моя такая любимая отличный мультфильм был и есть и за меня будете и есть классный мультфильм офигенный шлаком правда первый канал и не нужно далеко ходить чтобы такой вывод просто заходим на youtube канал яролаша и открываем последний выпуск да у него блин и просмотров канал да камон это же круто учись нигерев один никогда не понимал смысл этих полу мультиков на голубом фоне перед каждым выпуском перед нами появляется мальчик сидящий на стуле и огромная книгу которой появляются глаза она на кого-то смотрит и летит мальчику в голову затем появляются еще две книги у них также появляются глаза и они также летят мальчику в голову то что книги летят мальчику в голову можно как-то понять вроде метафора он их читает но почему у них появляются глаза и почему он убегает от четвертой появившейся книги совершенно непонятно но связано ли это как нибудь сюжетом выпуска но конечно же нет по замыслу сценариста учительница ругает своего ученика зато мультфильмы были эти всегда странные хотя иногда они были как-то связаны косвенно но чаще всего это бред он плохо учится и всячески удивляется как можно прожигать способности к учебе таким бездарным образом но пацан вместо того чтобы стыдиться принимает все ее слова буквально и в конечном итоге происходит вот что от знаний еще никто не умер а ты завтра с родителями в школу и ты кстати тоже чего весь панчлайн серии был в том чтобы вызвать мелкого пацана в шкалку вместе со скелетом который скелет чего ноги может быть это просто был не ладный выпуск дурное влияние вот это рот дома а он вам зачем ты ко мне ко мне мам все в порядке врача врача я актер я актер все пою актер вы что не не верьте я же актер а ведь и врача а лучше учителя по актерской игре по сюжету предпоследнего выпуска за пацаном заходят его друзья металлисты чем очень и очень недовольна его мама но вы знаете все эти стереотипы о субкультурах музыка дьявола это его музыка а в раю малиновый звон да это она звучит в аду мне кажется ли в 2019 году осуждать и обсуждать неформалов это такое себе занятие хотя бы даже может потому что неформалов тоже практически нет типа вы видели готов там типа этих рокеров когда вы их видели в последний раз потому что они практически вымерли как для однако мама мальчика испугалась призраков прошлого матерь божьей вы же умеете с иной поди спаси и сохрани где мой блейзер но реакция ничуть не останавливает ее сына который уходит с неформалами на улицу и через какое-то время возвращается в таком же облике привет мамуль ох уж эти фирменные приветствия и прощания но мне непонятно лишь одно что делают вот эти люди на втором и третьем плане с кем это они прощаются сами с собой что ли а если бы один из них провожал девушку до дома и поцеловал бы ее они бы тоже поцеловались но вообще-то поцеловались бы на дворе 2019 год все нормально и получив выговор от матери через какое-то время за пацаном снова заходят друзья но уже не металлисты которые после общения с ним тоже становятся такими же неформалами спасибо червь классно погуляли чего червь по мнению режиссера и сценариста представители неформальной культуры ну мы только черви в ютубе знали мы тоже другие кликухи придумаем там йо я не придумал я хочу быть червем можно я буду червем таким противным паразитом как мне ноги говорят что я глист я собой закоренил слово глист все называть без очка это круто а друзей его как зовут муха таракан и крот ты что с ними сделал какая актерская игра какая экспрессия эль мунифик ну и от беспомощности мама парнишки зовет отца чтобы тот повоздействовал на сына но отец после некоторых контактов со своим чадом стал таким же металлистом здорово червь привет питон червь питон не металлист а зоопарк какой-то но в чем смысл это больше на кликухи в тюряне похоже какой-то стал металлистом и все с кем бы он не общался тоже становились металлистами пародия сатира юмор нет современный яролаш в котором к слову основоположником идеи видимо является человек прошлой эпохи где металлист это что-то позерское и крутое а крутые парни должны называться только крутыми именами и иметь свое крутое приветствие и крутое прощание например как рэперы что 2019 год все нормально но если вы подумали что это самое худшее чем может похвастаться современный яролаш что вы сильно ошибаетесь вы еще не сейчас будет промо сейчас вы знаете в корень как бы он уже был еще кринжа много не бывает вот я например у меня смотрите я что же кринж неважно я там я сам это кринж яролаш смотрю к сожалению по сюжету этой серии два пацана решили прикольнуться над врачом в больнице и сдать не маленькую баночку мочи как это делают все огромные трехлитровую банку предварительно налив туда дюшес но типа смешно трехлитровая банка мочи но смейтесь же ваще кек прекал этого достаточно а что может быть что-то хуже скетча с трехлитровой банкой мочи а теперь достаточно ну хоть никакую задавали тогда было бы еще смешнее что показывает современный яролаш пытались быть тем кто поднял с честью и достоинством много лет назад на заре эпохи девяностых и чей труп использует по сей день как обложку для бездарных убогих и не смешных скетчей а порой и того хуже пошлых вот скажите меня одного смущает эта сцена может все потому что она имеет подтекст вот типа такого скажу вам честно я никакого подтекста не увидел не обиду но для меня дети являются детьми я у них никакого подтекста не вижу лично мне так ну вот лично у меня такая точка зрения типа ребенок и ребенок купальники ок и многие возразят что в этом такого значит это нужно было по смыслу сюжета нет сцены в бассейном не имеют абсолютно никакого смысла да да это странно если смысла никакого нет то ладно окей дети в кадре все что происходит здесь можно было перенести в любой другой сеттинг вплоть до охоты супер секретным лазером на доисторических комаров мезозойскую эру и не поменялось бы ровным счетом ничего но создатель этого скетча сделал все именно так совпадение или систематика нового яролаша хочешь кока-кола хочу и только попробуйте мне сказать что петя и в курсе что в школах балетных танцев для детей применяется более скромная одежда о господи детская вербежи лапка за что гера ваш что я тебе сделал то лично мне уже в 15 лет казалось это все каким-то неприятно откровенном а сейчас я даже не вижу ни единой причины кроме одной чтобы это было действительно необходимо может быть вы еще найдете необходимо снимать своих актеров галышом ну давайте почему бы и нет в принципе ты ж прощил да нет вы не сделаете так ладно твою же мать допустим больше совсем нечего что ли мне стоит вот это странно существует 318 выпусков больше половины из которых откровенно оставляют желать лучшего харизма персонажей актерская игра сеттинг монтаж сценарии практически все стало значительно хуже по сравнению с советским оригиналом в который создатели действительно вкладывали душу я не против продолжения легендарного кино журнала для детей но к сожалению большинство скетчей тема которые в них поднимаются совершенно для детей не подходят да и создатели скорее всего попросту забыли что вообще работают с детьми как говорится был яролаш и нет яролаша а может они рассчитывают что как бы иролаш вырос дети выросли и надо для них делать скетчей для странных довольно взрослых дядек ну наверное странным взрослым дядькам и прикольно такое смотрят ну хотя бы спасибо за нескучное детство очень странным взрослым дядькам не забывай поддерживать ролик лайком пиши комментарии под этим роликом если хочешь получить стикер подписывайся на канал если ты еще не подписан ну и за ребята но ссылка на оригинал в описании вы знаете что надо делать приходить на джеймсалон подписываться ставить лайки и писать комментарии также я знаю что очень простите что я посмотрел от него еще лео макс обзор на эти трэш товары я обязательно гляну решил просто посмотреть про яролаш потому что яролаш это мое детство и мне очень интересно что же там с моим детством сделали ну шо сказать грустно а так подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии всем удачи всем пока а